Несколько тысяч протестующих, десятки полицейских. И все это в небольшом башкирском городе Баймак. Люди приехали к суду поддержать активистов Фаиля Алсынова. Его обвинили в разжигании межнациональной розни. А так начинался этот день. Обвинение попросило приговорить Алсынова к четырем годам колонии-поселения. Суд согласился со сроком, но ужесточил условия содержания. Активиста приговорили к четырем годам колонии общего режима. Я свое имя не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Многие в республике посчитали, что дело сфабриковано. Алсынов – известный в Башкортостане активист. Он выступал в защите уникального холма Куштау, а в последнее время боролся против золотодобывающего предприятия. Именно это многие считают настоящей причиной уголовного дела. Выступление Алсынова, по которому возбудили уголовное дело, оно было на сходе граждан по вопросу золотодобычи. Как остановить именно недобросовестные компании от разрушения природы, разрушения гор? Еще перед приговором полицейские перегородили дорогу. По словам очевидцев, вскоре начали глушить интернет. ОМОН решил оттеснить людей от здания суда, но те отказывались уходить. В ход пошли дубинки, дымовые шашки и слезоточивый газ. По словам протестующих, изначально они пришли выразить мирный протест, но в итоге несколько задержанных и пострадавших. Накануне жена Фаиля Алсынова записала это видеообращение. В нем она задала вопрос главе республики Радио Хабирову и поинтересовалась, что ему нужно от их семьи. Фаиля Алсынов и такие активисты, они помогают людям, объясняют, напоминают точнее, что у них есть права, что они имеют право сказать свое слово в защиту природы, в защиту образа жизни, который они ведут. Ближе к вечеру люди, митингующие у здания суда, разошлись. А полиция Башкортостана сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Массовые беспорядки».